Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие, унестите это рабочих корреспондентов. Ведет занятие доктор философских наук, профессор Владимир Троевич Огородников. Тема занятия – плюролизм, методология деструкции. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи, с кем еще не успел лично поздороваться. Это действительно тема такая, звучит она, может быть, несколько непривычно. Плюролизм, методология деструкции. Но именно вот такую статью я как-то написал лет 20 тому назад, и какой-то доброход не я. Пустил ее в интернет, и она до сих пор там крутится. И получаю я множество всяких писем, причем всяких во всех отношениях, так сказать, и положительных, и отрицательных взглядов, из которых самая интеллигентная, что ли, такая отрицательная реакция на этот самый мой антиплюрализм – манист замшелый. Вот я получил такое – манист замшелый. И действительно, плюрализм, он так философски, этимологически даже, противостоит именно манизму. А манизм, соответственно, плюрализму. Но определю все-таки термины, потому что многозначность термина иногда нас очень подводит, и не надо никакой теории, пока не определили термины. Вот я все придерживаюсь первого закона Аристотеля, но не буду тут по логике лекции читать. Значит, что такое плюрализм? В современной трактовке этого слова, и я еще раз, хотя эту тему я, в общем, одолел давным-давно, но еще раз посмотрел на всякий случай не только в Википедии, но полазал по интернету, разные варианты трактовок плюрализма, и сходится в главном, что плюрализм – это не только доктрина, которая постулирует множественность чего-то, а вот чего-то – это уже различные плюрализмы. Это, значит, множественность, скажем, объективных начал мира, как у древних китайцев, что еще до сих пор используется. Это, скажем, вот начало такие, как дерево, вода, огонь, железо и… Вдруг я… Вот прорыв. Воздух. Вот. Воздух, совершенно верно. Воздух. Ну, вот. Дело не в том, что множество разнокачественных начал. Мы бы согласились с этими плюралистами, и с этими, и с другими, и со всякими, если бы они заявили, что их множество, но они неравнозначны. Что в этом множестве есть какое-то отношение субординации и координации. А вот это-то как раз плюрализм не допускает. Главная суть плюрализма – это не то, что мир многообразен. А кто с этим не согласится? Это уж я не знаю, да. Кто с этим? Я не встречал таких взглядов, что мир многообразен. Вот. В своих качествах, да. Началах каких-то и так далее. А вот суть плюрализма в том, что всё это многообразие, множество, признаются, каждая единица множества, математики тут сразу подключились внимательно, значит, равнопорядково, равнозначно и никак не соединена с другим, с другой единицей этого множества. То есть, вот рядоположенность начал, скажем, и нельзя выделять ведущие начало. Нет никакой системы здесь. То есть, нет субординации и координации между элементами. Вот тогда это плюрализм. А просто перевести с латинского «плюральный» и «множественный» – это недостаточно. Вот плюрализм, когда множество, но равноправное, так сказать, множество. В этом множестве не выделяются идущие и ведомые какие-то моменты. Поэтому системы нет. Системы нет. И чем больше в этом множестве элементов, этого множества, тем вроде лучше. А кому лучше? И почему лучше, а не хуже? Ну, здесь я перехожу уже на определенные виды плюрализма. Потому что с философских позиций можно… Вот я начал как раз с одного из видов плюрализма, приводя древнекитайскую философию. Можно вычленить, скажем, плюрализм онтологический, бытийный, когда постулируется множество равноправных начал мира и в мире, в объективной реальности. Гносиологический, когда постулируется множество тоже равноправных, скажем, критериев истины. Тогда, значит, нет единого критерия истины. Или множество равноправных каких-то мировоззренческих и методологических установок и так далее и тому подобное. Но не буду вас мучить вариантами, значит, аксиологический плюрализм, когда множество, скажем, ценностей. И никогда, никакую-то ценность не надо выделять, что вот это ведущий определяющий. Идеологический плюрализм – вот до чего я добрался и чем я, собственно, хочу сегодня, так сказать, вас порадовать, да, вот критики именно идеологического плюрализма, в котором признаётся множество равноправных идеологических установок в отношении одного и того же, ну, скажем, одного и того же общества. Что может объединить общество? Какая идеология? Так вот, вот такая идеология может объединить, а одновременно и другая может объединить, и третья, и четвёртая, и пятая. И получается, что уже вы понимаете, что объединение-то не возникает. Возникают лишь некоторые группы по интересам, ориентированные на определённую идею, да, скажем, вот у нас монархисты, до сих пор их, как-то так сказать, достаточно много, которые считают, что вот монархи ещё кричали Бориску на царство, всерьёз кричали, не в шутку, когда Борис Николаевич, извините, Ельцин, вот. Кажется, он не сражает. Да-да, вот. Вот так улыбнулся. Благодушь такая Бориску на царство. Садитесь, Борисович был бы за. Да, так что вот такие вот варианты. Ну, как вы понимаете, с ними никак бы не согласились анархисты, которые тоже есть. Кстати, анархисты-то они ближе всего к плюрализму, да, и идеологическому, и организационному, и, так сказать, бытийному, и какому угодно, да. И, в общем-то, вот концепция анархизма, здесь вот её, так сказать, порог-то главный, да, вот, постулирование такого плюрализма, отсутствие единого центра, да. Но вот плюрализм вошёл в 20 веке в качестве идеологического такого оружия, да, в руках некоторых, явным, скажем, противников всякого манизма. Ну, вот, такого либерального толка господ и идеологов, да, ну, вошёл он вместе с работой весьма известного философа 20 века, это Карл Ясперс, немецкий философ, который в монографии обширной и главной своей монографии «Истоки истории и её цель» вот такой лозунг выдвигает. Я эту монографию, естественно, даже пересказывать не буду, мне перескак потребовал бы там критически, конечно, необходимый пересказ, полчаса, не буду этим заниматься. Значит, он выдвигает там такую идею, которая вот так и звучит, что плюрализм – это демократия. Плюрализм – это демократия. Какой плюрализм? Именно идеологический плюрализм. Когда в обществе не принимается какая-то идеологическая доктрина как ведущая, определяющая, система организующая, даже если в этом обществе принимаются другие идеологии, но они имеют как бы подчинённый характер. Как у нас есть ведущая партия власти, а остальные парламентские партии. Множество. Говорят, плюрализм. Да не плюрализм. Плюрализм – это вот равноправие в этом многообразии. Это как равноправие. Мы понимаем, как они протаскивают своим подавляющим большинством любую по существу идею в нашем парламенте. Поэтому вот этот плюрализм идеологический от Ясперса, вот этот идеологический плюрализм и есть основа демократии, он как-то стал кочевать потихонечку в работы наших, так сказать, демократов, либералов разного толка, и утвердился в качестве почти незыблемого такого тезиса. Настолько утвердился, что дело дошло, что идея плюрализма идеологического вошла в конституцию, действующую Российской Федерации. И там глава 13, так, значит, и начинается, что в Российской Федерации признается идеологическое многообразие и добавление, чтобы никто не перепутал с системным единством этого, именно плюралистическое идеологическое многообразие. Ни одна из идеологий пишется в конституции, я думаю, что я не перебрал, много раз цитировал, не может быть признана ведущей и определяющей. Вот как. Вот плюрализм идеологии. Коммунистическая же допускается? Так нет, допускается наравне с другими. Но ни одна не может принять и ведущей и определяющей. Ну, понятно, что это, конечно, декларация. На самом деле мы знаем, что плюрализм идеологический, он вырастает в манизм. И идеологический, и, конечно, манизм в организации, в обществе и так далее. И политический, и так далее. То есть, идеологический плюрализм может существовать только в голове. Почему? Потому что то, что вообще существует в нашей голове, даже самая абсурдная идея, является всё-таки отражением, может быть, очень изуродованным, искажённым, того, что есть в объективной реальности. Это легко доказать с разными примерами, но у меня другая задача. Так вот, плюрализма в природе, да и в обществе, во всех стадиях развития и природы, и общества, используя данные самые современные и естества знания, и общества знания, мы нигде не находим. Почему? Потому что всё, что существует, начиная с метагалактики, самое грандиозное образование, система галактик, это система систем. И никакого плюрализма. Плюрализм отрицает системность. Плюрализм отрицает тем самым и закономерность, чего бы то ни было, ибо закономерность – это манизм. Но когда у нас сейчас говорят о плюрализме, идеологи плюрализма продолжают, они упрекают манистов в том, что что же такое манизм, это вы опять публикаете, одна идеология ваша, коммунистическая, и всё остальное запрещено, и это вы говорите, что это демократия, что ли? Нет, так не запрещено. Ну, начинаешь говорить о манизме, системном манизме. Не манизме, когда вот одно есть, и всё, и больше ничего нет. А вот есть субординация, координация и в идеологии, и в жизни нашей, и в производстве, и в чём угодно. Вот есть ведущие и ведомые. Тогда есть закон, тогда существует вообще мир. И что такое существование? Чего угодно. Чего угодно. Вот это авторучки. Это единство изменчивости и устойчивости. Плюрализм абсолютно изменчивость, многопоряд, причём равноправные какие-то элементы, которые как-то тусуются произвольно. Ну, а такой метафизический, антидилектический манизм, он абсолютизирует устойчивость в данном случае. А вот закономерность-то, она связана с единством устойчивости и изменчивости. Значит, манизм существует. Вот когда мы говорим, что вот эта ручка существует, вот уже у меня, скажем, полгода, то это означает, что все эти полгода, при всей изменчивости, там вот исписал уже там несколько стержней, да, этих идущих, там поставил царапину здесь и так далее, и тому подобное, да. При этом основные характеристики этого предмета, как авторучки, сохранились. И сохранились как некое системное единство, не как плюрализм, не как многообразие частей, которые никак не связаны друг с другом. И каждая, так сказать, сама за себя. Вот. И, значит, если что-то существует, значит, это закономерность, значит, это устойчивость, значит, это системный манизм. И никакого плюрализма. И вот никакой идеолог, вот я много раз по этому поводу выступал на совершенно различных, отнюдь не коммунистических конференциях, даже антикоммунистических выступаю иногда, да, да, вот отваживаюсь, отваживаюсь, да. И вот, видите, живой еще как-то странный, голова не проломлена совсем. Вот. Потому что последний аргумент, вы знаете какой, да? Да, можно найти что-нибудь, какой-нибудь аналог. Короче говоря, вот не встречал я вот такого аргумента, о котором говорил, но и каких-то логически обоснованных опровержений вот этого системного манизма, тоже не встречал. Не могли, никто не мог привести вот этого плюрализма в реальности, в какой-то вот. Ну, нет такого, действительно, невозможно привести. А вот насчет плюрализма мнений обычно, ну, как же, мнений там, ну, может быть, множество, ну, конечно, множество. Он тут последний молодой парень, пришедший на мою кафедру, которую я оставил, я его привел. 25 лет, уже кандидат философских наук. Он стал со мной спорить по поводу плюрализма. Незадолго до моего отхода. И он говорит, ну, Владимир Петрович, вы же ведь ученый, а как же вы можете не признавать плюрализм мнений? Потому что если нет плюрализма мнений, нет науки, нет спора, нет дискуссии и так далее. Я говорю, да кто вам сказал, что я не признаю плюрализм мнений? Я признаю плюрализм мнений, но плюрализм мнений не может превратиться в плюрализм истин. Истина одна. Если мы говорим об одном и том же, взятом в одно и то же отношение, и в одно и то же время, закон Тождества, все-таки я воспроизвел первый закон логики Аристотеля, то истина одна. И второй даже, не только множество истин быть не может. Иначе никакой науки не существует, и практики даже не существуют. Человеческо организованные, целенаправленные и целесообразные. Если истина столько же, сколько людей, сколько мнений, так и так далее. Вы знаете, тут иногда даже вроде серьезные люди, что называется, не обязательно философы, но доктора технических наук. Совершенно для меня удивительно. Вот сейчас у нас, то ли философское образование у нас хромает, мы вот с Михаилом Васильевичем тут повинно, да? Возвращаю вам ваш портрет, который вы мне отослали. Что вот, понимаете, путают ученые серьезные вроде, но не философы. Философы тоже путают, но не серьезные еще философы. Да. Значит, что они путают с чем? Они путают истину и правду. Вот я говорю, вот правд может быть множество. Сколько людей, столько мнений. Сколько этих мнений, столько и правд. Как это так? Как это так? Потому что кто говорит правду? Кто говорит то, во что он верит, как в истину? Он может заблуждаться. Ну вот он верит в это свято. Да, это правда. Он правду говорит. Антиподом правды является что? Ложь. А антиподом истины, заблуждения. Правда и ложь в категории не гносологические, а этические. Ведь можно лгать нагло и говорить истину. Я, по-моему, в этой аудитории приводил такие примеры. К примеру. Привести пример. Хорошо. Я приведу вот такой пример, который я люблю раскручивать. То, что все наши эти граждане, которые получают до сих пор немалые денежки на астрологических прогнозах на 90% как минимум жулики, то есть сами не верят в то, что говорят, я думаю, что это истина. Правда, я не буду искать аргументы. Еще Томас Гоупс говорил, что астрология это один из сотни способов опустошения карманов глупой толпы. Философы не дадут мне соврать. На дворе 21 век, а этот способ остается еще достаточно эффективным. Правда, правда, придумали еще множество способов. Не менее, а может и более эффективным. Да. Так вот, представим себе, пример я привожу по поводу астрологии. Представим себе, что вот есть такой астролог, который верит в то, что вещает другим. верит искренне. Это и столько в деньги получаются. Да не знаю. Не знаю, за какие деньги я бы поверил в это. Я думаю, что это вредит. Вот вера для жуликов, она перестает делать их жуликами. Вы знаете, есть, значит, такое в законодательстве положение. Вот юристы не дадут мне соврать. Добровольное заблуждение. И вот если адвокат доказал, что я добровольно заблуждался, то меня добросовестно заблуждался, добросовестно. Я думаю, что-то нет. То меня можно вывести из под статьи за клевету. А? Вот. Понимаете, в чем дело? Вот это но при этом, если доказано, что я добросовестно, совесть у меня в порядке, заблуждался, но я заблуждался, истинно я не говорил, но я говорил правду именно в силу того, что я добросовестно заблуждался. Это для меня правда. Правда это как раз и есть антипод лжи. А вот если будет доказано, что я лгал, то тогда меня надо привлечь. Но если я публично оболгал человека уважаемого, да, меня можно и должно наверное привлечь за это. Так что вот даже в этих юридических тонкостях надо различать правду и истину. И как видите, закон это во всяком случае вот этой строчке добросовестное заблуждение различает правду и истину. А вот все сторонники Ясперса, мой любимый в кавычках Карл Поппер тоже это значит плюрализм во главу угла. Какой плюрализм? А вот в познании они там все вот Поппера откроешь в Википедии или в Гугле значит там да окей Гугл кто такой Поппер Карл и тут же выдающийся мыслитель 20 века выдающийся мыслитель на ровном месте выдается где-то выдается у него да что-то но во всяком случае вот читая его я пересчитал практически все его основные работы он сам себе все время противоречит он не видит логик к тому же и методолог науки дальше идет выдающийся мыслитель логики методолог науки вот так вот в работе логика научного поиска логик Поппер например говорит что в научном поиске никакой логики оказывается нет название этой книги логика научного поиска а он доказывает что логики в научном поиске нет почему и вот тут плюрализм соединен у Поппера и сознательно соединен выдающимся мыслителем я бы его не назвал но сказать что он полный идиот я бы тоже не стал он меня конечно уже прилечь не может ушел сторонники бы привлекли вот так что он конечно кое-что вполне нескладно излагает пусками а потом кусок противоречит другому куску какие же тут у него и что у него тут совпадает он например утверждает что всякое открытие я об этом говорил но сейчас с другой стороны подойдем я вот говорил для почти этой аудитории всякое открытие научное случайно случайно закономерного нет поэтому ряд открытий даже в одной науке нельзя опять же субординировать координировать располагать вот именно в такой ряд искать в этом исторической последовательности чисто временной логическое закономерную связь следовательно это плюрализм вот это плюрализм отдельно взятые открытия друг с другом не связаны независимы как-то ну понятно что попер это постулирует он это даже не пытается доказать но он пытается доказать другое он пытается доказать что попытка прогнозировать коммунистическое будущее это не что иное как пророчество которое ни на чем не основано причем пишет не только коммунистическое а какое угодно Коммунистическое, буржуазное, белое, желтое, голубое, это из его фраз, нельзя ничего предсказать. Почему? А потому что мир плюрален, множество моментов. И какой из этого плюрализма оснований вдруг сейчас выскочит и откроется яйцеголовому какому-нибудь, мы не знаем. А вот открылось, и это открытие случайное совершенно. Вот одна из каких-то моментов открылась. Революционизировала практику это открытие и толкнуло человечество по пути прогресса. А может быть регресса. Почему? Ну вот пример термоядерный синтез. Открыт был. А вот по прогрессу мы до сих пор еще не можем ответить на этот вопрос. Тут тоже никакого манизма нет, вроде плюрализма. А денежки-то идут. Да, но денежки-то идут. Денежки идут. И не плюрализм тут есть, а манизм. Мы знаем куда идут, кому идут, а даже сколько. Да, и все тут направленность определенная. И закономерность тут есть. Вот. Николай Васильевич как экономист он сразу за суть хватает дела. Да, вот. У него не то, что Поппер. Но даже Городников не вывернется. Да, если он схватит. Вот. Так вот, но я Поппер продолжаю все-таки, значит, критиковать по этому поводу. Вот он абсолютно солидарен был с вышеупомянутым Ясперсом и даже ссылался на него, как на некое, так сказать, логическое основание своих дальнейших рассуждений. Скажем, вслед за Ясперсом Поттер отождествляет плюрализм со свободой. Почему плюрализм в этом демократии? Это свобода. А монизм – это вот зашоренность, канал один идешь, вот, и идеологические, так сказать, экономические, и даже эстетические. Вот. Вот. Вот это искусство социалистического реализма. А это что такое? Это мазня какая-то, а? В каком-то состоянии Манелевич намалевал этот черный квадрат. Оказывается, он замалевал другую картину, как сейчас выясняется, да? Да? Искусство или это? А, это вы, проклятые манисты, коммунисты, вот, вы все призываете, вот это реализм, а, нет, тут должен быть плюрализм искусства. И это прекрасно, и это прекрасно. Вы просто не понимаете, не чувствуете этого. Вам не дано. Не надо меня смотреть. А мы? Нет, ну нет. Какой все-таки у нас приквачивающийся нервный человек. Понимаете? Не знаю, что там. Смотреть куда-то надо вроде, не на лампочку, глаза испортишь. Да, да. Полный плюрализм, но никакого манистового отношения. Николай Сещенко вёл на меня. Ладно. Хорошо. Итак, значит, вот у Попера что получается? Значит, полный плюрализм в открытиях, Поэтому полный плюрализм в направлениях развития общества в зависимости от научного открытия. И никакого манизма, и никакой закономерности нет в обществе. Вот странно, логик Попер не видит связи логической и фактологической, и какой угодно другой экономической, и даже эстетической между природой и обществом. Почему? Потому что он говорит, вот в природе законы есть. Природа манистично, закономерно развивается, А общество оказывается плюралистично, Никакого направления в развитии нет. Совершенно случайное открытие движет это общество По совершенно случайному, так сказать, пути, раз туда могли бы вообще и директорально путеположным образом. А формации? Ну так формации-то он и отрицает. Он и говорит, вот у него работа. Открытое общество и его враги. Что такое открытое общество? Общество, которое в своём развитии открыто всем направлениям. Хотите налево, направо, вперёд, назад, на юг, на север, на северо-восток, Вверх хотите, вниз хотите, под землю, всем обществом, Пожалуйста, никакой путь не заказан, никаких запретов нет. Вот это настоящее свободное общество. А враги свободного общества – это как раз манисты, Которые пустулируют, а на самом-то деле этого нет, Что общество развивается закономерно, Что здесь всё манистично, что здесь подчинено каким-то законам. И первым врагом открытого общества Поппер называет Платона. Родоначальника объективного идеализма. Нам с ним, материалистам, с ним не по пути. Но вот здесь, когда Платон говорит, что общество развивается закономерно, Но закономерность-то у него несколько странная. Вот есть некая идея государства, И потом эта идея государства из мира идей Воплощается в мёртвую костную материю вначале, И вот творит это общество. Как и всё остальное. Из мира идей всё. Вот такая. Но тут хотя бы есть нечто вот такое общее, Которое творит единичное конкретное, да? И творит по какому-то плану, Ему, правда, известному, Но он существует, этот план. Идеальное государство – это то государство, Идеальное государство здесь, на земле, Это то, которое, ну, почти что адекватно, Говоря современными словами, Это идея государства. Полное воплощение идеи государства в государственности, Это и есть идеальное государство по Платону. Значит, для Копера Платон враг открытого общества. Он постулирует, что вот общество будет развиваться по линии государственности, Государственность дальше. Второй враг открытого общества – опять объективный идеалист Гегель. Всё-таки из толпы философские. Гегель. Он постулировал, что в мире ничего, кроме абсолютной идеи, нет. Что она проходит три стадии своего развития. Абсолютная идея в себе и для себя. Абсолютная идея в развитии природы. Потом природа развивается до человека. В человеческом сознании абсолютная идея доходит в свой высший уровень развития. Находит в этом. И познаёт самоё себя, ибо человек познаёт окружающий мир. Это вот само познание абсолютной идеи. И высший этап развития. Кстати, Гегель, диалектик выдающийся, дошёл до утверждения, что современное ему прусское государство есть высший тип государственных развития. То есть вот это уже противоречие между системой и методом Гегеля, который Фририх Энгельс в работе Людвига Фейербаха «Конец немецкой классической философии» очень хорошо, популярно, как ему вообще было свойственно, Энгельсу раскрыл. Но Поппер-то, конечно, не с Гегелем, тем более с Энгельсом, не согласен. Значит, Гегелем, что он постулирует вот эту направленность, опять манизм, никакой разветвлённости, никакого плюрализма в судьбе, да, вот такой, вообще судьбы нет. Абсолютная случайность всякого развития. Знаете, как замечательно. Вот это и есть демократия, когда мы можем в любой момент, хотим в пропасть все, и в пропасть, зато как демократично. Вот. А хотим, наоборот, куда-то горним высим подняться все вместе. Ну и поднимемся. Вот. Но Поппер сам не понимает, что для того, чтобы все вместе, общество, значит, надо договориться. Надо прийти к единому мнению и отвергнуть плюрализм мнений. Вот что он не понимает, что действовать на основе плюрализма нельзя. И это весь плюрализм уничтожает сразу всю идеологию плюрализма. Наши-то вот выдающиеся руководители российские, они тоже начинают думать, как же там 13-ю статью Конституции, это нехорошо. Нет идейного единства, да. Ну и вот вы знаете, тут искали-искали, искали-искали, ну и кто же еще у нас глашат и Оракул, и главный наш поводырь Путин. Он, конечно, тут недавно еще раз утвердил перед выступлением перед молодежью, что главное наше единство, вот идея цементирующего общества, это, конечно, идея патриотизма, вот, ну нашли, наконец. Сначала хотели в религию, а потом подумали, религий-то много, плюрализм, а куда идти, да, да, по какой дороге, вот. А тут вот патриотизм, это вроде как, так сказать, что-то монистическое, как видите. Сначала все это хвалили-хвалили, и Ясперс, и Поппер, и всех последствий за плюрализм, а теперь поняли, что нельзя. Нельзя. Вот помните, так сказать, присутствующее старшее поколение помнит, что одни демократы, у нас в кавычках, конечно, выступая еще, так сказать, в разгаре перестройки, еще не реформирования нашего общества, заявляли, там, Думский, я не помню, кому это принадлежит, замечательное выражение, которое все потом повторяли. Нельзя двигаться вперед, глядя все время назад, оборачиваясь на советское прошлое, так можно, так сказать, и шею свернуть, и упасть вообще. Ну, так вот, нельзя двигаться куда-то, если смотришь сразу в разные стороны. Плюрализм, да, мнений. Манизм только. Ну, идея плюрализма прекрасно высменена в замечательной басне Ивана Андреевича Крылова, я это уже вспоминал в этой аудитории. «Однажды лебедь рак да щука взялись с поклажей ВОЗ вести». Вот они были плюралисты во мнении, куда надо вести ВОЗ, но они решили этот плюрализм мнений превратить в плюрализм действий. Ну, а басня чем заканчивается, мораль всей басни такова, уж скоро в товарищах согласия нет, то ничего не получится, и ВОЗ, да, где-то не пойдет, да, вот, одна будет только мука, а ВОЗ и ныне не та. Но наши отечественные плюралисты были столь мощны в своих усилиях, что Советский Союз разорвали, да, а потом начали рвать и Россию. И нельзя сказать, что они остановились в этих намерениях, да, я не думаю, что мы можем тоже торжествовать, так сказать, какую-то победу манизма в этом отношении, да, манизма. Вот. Тем более, что вот идея плюрализма продолжает как-то вот так, вот, я же говорил, совсем молодой парень, 26 лет, кандидат философских наук, кандидат философских, заявляет мне, ну, без плюрализма нет науки. Я говорю, да вы путаете, плюрализм мнений, да, и плюрализм истины. А потом выяснилось, что он тоже правду и истину, так сказать, тоже отождествляет. А есть еще и правильность, граждане, товарищи дорогие. И достоверность еще. Правильность и достоверность. И если уж говорить, так перефразирую, известное одесское положение, это, так сказать, все четыре большие разницы. Не две, а что, да, все уравнение. Разной плоскости рассмотрения. Гносологическое, этическое, может быть, эстетическое, да, там, плюрализм. Возможно или нет в эстетике, кстати, плюрализм? Так в эстетике невозможен плюрализм. И в эстетике тоже есть истина. Иначе мы не можем говорить, вот это мазня, а вот это высокое искусство. Если мы будем придерживаться концепции плюрализма в эстетике, любая мазня становится искусством, да. А где у вас такое основание, что вот это считать только? А какой вы манист, да? Реализм, да, вам подавая, вот натурализм, да. Фотографический снимок вы путаете с живописной картиной, да и фотографический снимок может быть очень разным, да. Вот, и задумку автора может воплощать. Значит, таким образом, вот у нас это музыкальное сопровождение. А мое, да, значит, да, ничего, ничего. Не страшно. Вобильный послужит отключить? Вот, вот, вот. Да, да. Он, по вопросу. Ладно, 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 ладно. Это ничего, это я, значит, музыкальное сопровождение. Мое выступление превращается в мелодикламацию под музыку. Под музыку, да. Но это не плюрализм, это не плюрализм. Манизм сохраняется. Если нет монизма, гелектического монизма, да, системного, то вообще ничего нет, да. Вот. Если бы мы превратились с вами в плюралистов сейчас, в выступлениях, то каждый бы говорил что-нибудь свое, не слушая других. Ну, вы понимаете, что бы у нас получилось, да. Вот вам пример. Плюрализм в действии, еще один. Начинаете зашнуровывать мысль. Да, пора зашнуровывать мысль. Вот. Так вот, профессор профессору говорит, зашнуровывай мысль. Он, сустав, еще мыслей. Да, мыслей еще много. Значит, почему плюрализм – оружие деструкции? Потому что, вот как мы убедились с разрушением Советского Союза, вот эта идея, что сколько там у нас было советских республик, столько и должно быть суверенных государств. Да, мы должны разойтись, никакого монизма в единстве. Мы действительно потеряли такое замечательное единство, такую историческую общность, как советский народ, за счет, действительно, воплощенной по существу идеи плюрализма. Потому что каждый имеет право на самостоятельность. И действительно, когда мы решаем вопрос о свободе, мы, как правило, имеем в виду свободу личности в обществе. Одна из острейших проблем. Если мы будем эту проблему решать с позиции плюрализма, то тогда мы разрешим каждой личности делать, что ей заблагорассудится. Ну, и тут же общество распадется. Тут же общество распадется. Конечно. Я отнюдь не сторонник Гоббса, что, Димол, в государстве люди процветают все обязательно, как у Гоббса. У него там насилие есть, но насилие большинства якобы над асоциальным меньшинством. А в настоящих-то государствах, начиная с первых государств рабовладельческого толка, Сурарту, у нас, да, осуществляется, конечно, насилие. И этот монизм тоже меньшинства над большинством. И то, что это у нас вот здесь, в нашем отечестве, осуществляется вот этот монизм при декларации плюрализма и при декларации демократии, это, я думаю, не нуждается даже в каких-то дополнительных аргументациях. И где бы ни пытались применить вот эту идею плюрализма в качестве метода деятельности, везде все разваливалось. Может быть, без желания тех, кто этим занимался. Вот по известной формуле незабвенного нашего премьера России, который заявил, что хотели они, конечно, как лучше, а получилось как всегда. То есть развалилось, как всегда, да. Ну, так как этот премьер-то стал, кстати, в разворованной уже и нищей России первым или одним из первых долларов-миллиардеров, правда, у него там в активе было что-то 1,1 десятых всего-то миллиарда долларов, вот, заметьте, никакого плюрализма, никакой раздачи собственности, да, или средств там и так далее. Сейчас вот мы занимаемся помощью, помощью детям, да, вот, заметьте, кто помогает, там, по 30, по 50 рублей не выдержишь, по 100 рублей пошлешь обязательно, сердце не выдерживает как-то, вот. А вот люди, которые ворочают миллиардами, они как-то, они могут сразу решить проблему один, не ждать не надо. Вы слышали такие примеры? Не было вот никакого. Монизм, монизм. Бытие по-прежнему очень монистически, а не плюралистически определяет сознание, правда, конечно, с известными отклонениями, я бы не хотел вот так вот связать, это тоже будет метафизический монизм, да. Вы же знаете, что, как правило, особенно у нас, в России революцию делали представители как раз правящего класса, лучшие представители. И они шли от ума, а не от бытия своего, еще один дилектический момент, да. Но никакого, кстати говоря, плюрализма, тоже монизм дилектический, безусловно, когда сознание может быть руководящим моментом, и сознание не прямое отражение своего наличного бытия, а вот общественного, да. То есть я перехожу на проблемы монизма и плюрализма опять в области идеологии, где она по существу всегда и крутится, вот эта проблема так или иначе решается, и где она всегда, когда плюрализм побеждает в каком-то, так сказать, неравном споре, на руку, конечно, определенным кругам населения, да, всегда оборачивается деструкция государства, какого-то начинания в области экономики, да, чего угодно, даже в сфере искусства. Как только начинает царствовать плюрализм, все, искусство, я уже говорил, вот, исчезает, исчезает. Много раз я вел споры со студентами, особенно творческих вузов, насчет искусства. Вот они-то абсолютно убеждены в том, что в искусстве не может быть какого-то вот это истинное искусство, а это не истинное. Вот если это мне нравится, то это, значит, уже искусство для меня. И плюрализм превращается во множество людей, вот каждому, что нравится, это для него искусство, а для него уже не искусство. Но это отдельный разговор, я сейчас его не буду раскручивать, у меня есть аргументы против такого плюрализма в искусстве. Я так немножко на черный квадрат молею еще так. Тут срабатывает, кстати, вот, почему мы получаем вроде бы воплощение такого плюрализма, но такой, знаете ли, последовательный плюрализм, который не совсем плюрализм, то есть, наверное, шарахание из одного к другому, как в моде. Почему мы получаем всегда, не только в моде, но и в политике, и в искусстве, и в особенности, это эффект вот голого короля. Увы, мы все время вот находимся под... Почему средства массовой дезинформации населения так сильны? Они и есть вот тот оракул, который нам кричат, Король одет великолепной одеждой, и только идиот не понимает, насколько они великолепны, эти одежды. Вот. И как много наших так ловится на эту идею, да? А потом уже одежды меняются, но всегда они великолепны. А если посмотреть непредвзятым глазом, незашуренным средствами массовой дезинформации, король-то все время голышом так и ходят. Да, как в сказке «Король-то голый», да? Ну, так я про эту сказку и говорю. Великая философская сказка Андерсона. Да, Ганса-Христиана. Вот. Ну, вот на этом я вижу время моё стекло, я позволю себе закончить, чтобы... А что ты ещё раз, что слово «плюрализм» означает? Тут вы самое начало... Плюрализм – это дословный перевод множественный. Но идея плюрализма говорит о том, что существует множество, но независимых друг от друга начал, моментов, идей и так далее. Они никак друг с другом не сведены. В этом идея плюрализма. А не в том, что вообще многообразие мира. А некоторые путают с многообразием, поэтому говорят, а ты что, против многообразия мира, что ли? Да у вас, наверное, вообще... И в глазах-то одно чёрно-белое изображение. А Юрия поехал, да? Да, Юрий поехал. Нет вопросов? Значит, всё убедительно. Переходим к выступлениям. Кто желает выступить? Ну... Пожалуйста. Постоянный мой оппонент, оппонент, оппонент тут. Вот где-то 25 лет назад, о котором сказал Владимир Петрович, мне тоже приходится выступать в клубе «За и против» в Доме политпросвещения с таким вот примерно докладом о плюрализме. И мы, так сказать, и наши товарищи, коллеги тогда, как раз вот в то время поняли, что это новое оружие, которое применяется против коммунизма. И против социализма. Но я должен честно сказать, что и с того времени, и до сего времени я на проблему плюрализма смотрел больше с позицией множественности, так сказать, мнений, вот, касаясь вопросов познания. А вот Владимир Петрович, вот, хотел я его покритиковать, но, извините, пожалуйста, Владимир Петрович копнул гораздо глубже. Он взял плюрализм в смысле вообще понимания мира. Не только за понимание того, как его познавать, что считать правдой, что неправдой, что считать логией, что считать истиной, а он взял его вот в такой глубокой, очень широкой постановке, когда надо взять вообще, так сказать, попытку уничтожить всякий монизм и противопоставить ему вот этот самый безграничный, бесконечный плюрализм. Что на место, так сказать, вот, любого цельного мировоззрения, понимания, определенного, строгого, ставится, так сказать, и вы правы, и вы правы, и, так сказать, много всяких разных позиций. И вот с этой точки зрения, надо сказать, что вот то, что нам докладывал Владимир Петрович, оно очень близко, как мне кажется, тому, что делал Ленин в работе материализма и перекритицизма. Там же как стоит вопрос? Он сначала излагает последовательный материализм, последовательный идеализм объективный, идеализм субъективный, так, а затем, а затем вся остальная часть книги, то есть почти вся книга посвящена тому, что он разбирает тех людей, которые, у них все время два основания, или три, или четыре, так сказать, все у них смешано, и никак, так сказать, не получается никакого цельного мировоззрения, появляются империокритики, империосимволисты, империоманисты и так далее. И каждый раз Ленин показывает, что они сами запутываются, и других запутывают, потому что они никак сами не видят, что они перескакивают с одной позиции, последовательной, идеалистической, на материалистическую, и ищут какую-то третью, которой просто нет. Но, вот я хотел бы сказать, тоже, вот, под влиянием этого замечательного, очень глубокого доклада, сказать, что, если немножко посмотреть с другой стороны на то, почему этим занимаются идеологи буржуазии, надо признать, что, во-первых, это оружие антикоммунистическое сильное. Сильное. И, так сказать, это, вот, то, что сказал Владимир Петрович, это оружие разрушения. Вот, пользуясь этим оружием, у нас враги социализма и коммунизма очень многое порушили. И Советский Союз, и идеологию во многом разрушили, и сознание очень многих людей разрушили. Поэтому относиться нужно вот к этой теме и проблеме очень серьезно. То есть, вот, то, о чем говорит Владимир Петрович, это нас всех затрагивает, и мы тут должны, так сказать, понимать, что это за оружие, в чем его вред, в чем оно состоит. И я считаю, что доклад в этом смысле очень фундаментальный, очень важный, и он не только не потерял своей, вот, актуальности за эти 25 лет, а, может быть, даже еще и приобрел, потому что точно так же, как разрушили Советский Союз, можно и Россию разрушить дальше. Собственно, все и приготовлено было к этому уже. У нас и уставные суды есть уже в разных, так сказать, республиках и так далее. И, так сказать, у нас на одной площади, разве нет? У нас плюрализм двух правительств. Что это за правительство, может быть, Ленинградской области? Это что такое? Правительство Санкт-Петербурга, это что такое? Два правительства. Раньше это были два исполкома и никаких законов. Закон это в России один должен быть, в любом государстве. А что такое? Это воронежские законы, орловские законы. Это что такое? Плюрализм законов у нас утвердился уже, и он продолжает, так сказать, разрывать в Сатарстане свои законы и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, можно сказать, что вот этот самый плюрализм, это и слабость антикоммунизма в нем выражается. Почему? Потому что, казалось бы, на место цельной, так сказать, коммунистической позиции, такой последовательной, диалектического и исторического материализма, политэкономии, научного коммунистического, выставляется антикоммунистическая конструкция, цельная, последовательная и так далее. А нет ее. И более того, именно потому что, значит, пока был социализм, коммунизм, вот все эти люди, которые на почве антикоммунизма возрастали, они имели как бы поле очень широкое для проявления своих способностей, возможностей, а сейчас вроде им оплатить у Занежиса, потому что как бы разрушили это, разрушили то, но если нет коммунизма, то вроде антикоммунизм остался тоже у разбитого корыта. Чего еще добивать? Ну вот и так уже есть и коммунистические взгляды, есть и некоммунистические, есть и оппортунистические, есть такие, есть такие. Они вроде добились. Добились, а противопоставить коммунизму ничего на самом деле не смогли. Ничего не смогли. Нету такой церкви теории. Я вот вспоминаю, есть такая книга Валентина Даниловна Скоржинского, вот такой толщины, Чехословатский ревизионизм. Очень интересная и глубокая. Где доказывается, что основой антикоммунизма не является какая-то особая какая-то другая теория противоположная. Основой антикоммунизма является относительность, так сказать, истины. Дескать, все относительно. То есть, важно не объявить, что ваша истина неправильная. Нет, это правильно, и вот это правильно, и вот это правильно, и утопить истину в море всяких разных других точек зрения. То есть, вот этот прием утопить, вот так растворить, чтобы истину вообще не было видно. И чем больше этот плюрализм, то есть, чем более множество на эти точек зрения, тем меньше как бы доли коммунизма. Да ходите вы, пожалуйста, с флагами, что хотите, делайте, выступайте, изучайте, творите, бегите, агитируйте. Ну, у вас же это одна из точек зрения. А еще, вот сколько точек зрения, одних этих буржуазных партий 70 с лишним штук. И вроде на этом фоне, тем более есть всякие двойники, вроде как коммунисты России, которые вдруг появляются неоткуда, как выдуманы, и специально, чтобы тоже человек не разобрался, где коммунисты, где некоммунисты, и так далее. То есть, вот это говорит еще, кроме того, что это сильное оружие, очень разрушительное, еще и о том, что надо понимать нашу роль и значение вот такого последовательного манистического взгляда, необходимость такого изучения теории, потому что ничего нам противопоставить не могут, потому что нет такой противоположной, цельной, систематической теории. Это все разбровлено, это каша. То есть, нам противостоит каша. Если мы в этой каше не растворимся, то движение дальнейшее будет идти таким образом, что как люди идут по лужам, шлепают и даже по грязи, так и по этой грязи можно пройти. Но для этого надо наращивать наши усилия в плане изучения марксизма и пропаганды марксизма, потому что ему противопоставить по большому счету нечего, кроме того, что вот даже против не могут сказать. Они говорят, ну да, это тоже правильно. И в том числе и к преподаванию. Это мы наблюдаем вот в аудиторе. Ну, поднялся, говорите. То есть, противопоставить не могут. То есть, от того, как мы развернем эту деятельность и эту работу, зависит, собственно, итог этой борьбы. А борьба, на самом деле, идет истиной, ну, даже с отказом от того, чтобы иметь истину. То есть, это вот по существу, это агностицизм, так сказать, не познаваемый, мы не знаем. И вы правы, и вы, так сказать, и это, и это, и это, и это, и это. И тогда нет никакой борьбы, ни идейной, ни политической, ни идеологической. И начинают выдумывать всякие идеологии. То у нас вот недавно приходили, пока еще был жив Солонин, декан нашего факультета, консерватизм прогрессивный. То есть, а что такое консерватизм? Ну, это же хорошо, если у вас еще не все развалилось в России, хоть это бы сохранить. Хоть это бы сохранить. Вот тоже консервативное такое, тоже хорошее течение. Это хотели сделать главной идеологией этого самого нашего правящего класса и партии, Единой России. Потом посмотрели, тоже не получается. Дескать, сделаем патриотизм. Ну, и посмотрите теперь на машину патриотка. Каким буквами написано? Патриот. Американскими. Это как? А, какой у вас? Вы патриоты. Да, ну, какой страны? Опять плюрализм. У нас все патриоты, только разных стран. Кто патриот Израиля, кто патриот Америки, кто Англии, кто Турции и так далее. Поэтому вот вам эта самая, так сказать, попытка что-то противопоставить коммунистической идеологии, она тоже на самом деле рассыпается. Поэтому, при том, что это, конечно, разрушительное оружие и орудие, и очень опасное, если ему ничего не противопоставлять, то если ему, так сказать, последовательно с ним бороться, то бороться с ним можно, естественно, и нужно, и именно вот как раз развитием и пропагандой, и усвоением марксизма во всем его объеме. Спасибо, Владимир Владимирович. Это я отдам. Что еще желаете выкинуть? Можно я прокомментирую немножко? А у вас будет заключительное слово. А, ну вы, наверное, да. Вы все сразу прокомментируете. Я кратко выступлю. Значит, хочу обратить внимание на следующее, что любые философские течения, теории и прочее, любые философские теории, течения, они выражают экономические интересы тех или иных классов социальных групп. В том числе и вот сторонники плюрализма, они озвучивают интересы кого? Если мы посмотрим, вот судя из доклада, то плюрализм как некая идеология, как концепция, она возникла, вот этот автор, да, который... Ясперс. Ясперс. Это, так сказать, возникло на рубеже капиталистического способа производства. То есть, анархия производства, свободная конкуренция, она порождает соответствующие вот эти теории. Равенство, множество и в то же время равенство. Да, вот это множество, оно равно экономическое. Вот, пожалуйста, философия отражения нашло. Все равны. И оно будет существовать, пока существует анархия производства. Пока существует капиталистическое производство, как идеология вот этот плюрализм, она будет присутствовать. Она отражает, потому что реальные экономические отношения в обществе. Как победить плюрализм? Естественно, организовав плановое хозяйство, и потребуется другая идеология, и на научное ведение хозяйства, и на научное мировоззрение будет соответствующее. Советский Союз разрушили не плюралистические вот эти концепции. Наоборот, они стали следствием разрушения и перехода на капиталистические рельсы, как раз, да, множество субъектов, множество интересов, они потребовали ввести вот это понятие. Да, формально все равны, вроде как, да, вот эти концепции плюралистические, но и перед законом тоже все равны, но на практике это не так. То есть все определяет капитал. У кого больше, ну мы с вами знаем, да, у кого больше капитал, тот более плюралистическая, значит, мысль того, она и доминирует в обществе. Спасибо. Спасибо. Тема, поставленная Владимиром Петровичем, она архиактуальна. Гегель еще говорил о том, что надо не понижать знание до мнения, а возвышать мнение до знания. Но Гегель, надо сказать, еще хорошо очень относился к мнению. Он, видно, привык к дискуссиям среди там ферософов, умных людей. Но вообще, что такое мнение? Мнение-то вообще никакой ответственности, ничего. Что человек ляпнул, вот тогда высказал свое мнение, и все. То есть взять, скажем, гипотезу. Гипотеза, да, если вот мнение принять за ноль, а знание за единицу, ну, гипотеза, она где-то так, 0,5, будем считать, между ними лежит. Вот никогда не услышишь уважать чужую гипотезу. Ну, гипотеза, она и есть гипотеза. Какие-то есть установленные факты, которые эти гипотезы не противовечат, какие-то есть, которые противовечат. Но это всякое более высокое, чем мнение. Но вот никогда не услышишь уважать чужую гипотезу. Чего ей уважать? А мне нечего уважать. А ведь как этим плеши передают? Уважайте чужое мнение. Ну и в обществе, где мнения преобладают, конечно, здесь мальчик в коротких штанишках, который кликнул о том, что король горы, и он здесь никаких шансов абсолютно не имеет. В то время как серьезные мужи там несут эти одежды невидимые и говорят, что король одетый, тут никаких шансов. Это вот видно по деградации, скажем, и науки, и высшей школы, которую из-под своей опеки рабочий крас выпустит. А буржуазия не очень торопится взять, потому что промышленность современная, современной российской буржуазии не нужна, и науке не нужна. И, конечно, высшая школа, она страдает от внутренних болячек, но и от того, что никто не ставит перед ней задачи. И вот видно, что если раньше диплом, скажем, это была такая работа, где надо было что-то свое сказать, и были там авторские свидетельства на дипломах и так далее, сейчас это уже, ну, если ты что-то там выступил, что-то сказал, заплёр, там умная, уже защитил диплом. Более того, уже кандидатская диссертация уже довольно давно считается квалификационной работой, где что-то там наговорили, ничего нового говорить не надо. И докторская диссертация уже. Берут это самое, берут там какие-то отчеты старые, эксперименты не ставят, пользуются чужими экспериментами, несколько там связанных каких-то слов. И вот, если учёные и мужи, разумеется, сойдутся на том, что ты достоин быть доктором, ну, и быть доктором объективно никто ни на что не смотрит. Это в технике. А что творится в общественных наук той же фирософии? Мне тут некоторые товарищи рассказывают, какие темы бывают, рассматриваются, какие симпозиумы какой тематики на фирософском факультете, даже университета. Вот, это там всё дыбом встаёт. Вот, это самое, это невозможно совершенно. То есть, такое ощущение складывается, что в области фирософии ты можешь говорить любую наукообразную чушь, если тебя тянут, ты пройдёшь. А если кто-то против тебя вякнет, ну, вот тут человек мнение своё высказывает, а вы против мнения. То есть, это страшный удар по науке, страшный удар по развитию общества. Даже, извините, не наукообразная, а просто чушь. Ну, как-то всё-таки приличия надо соблюдать. Лучше наукообразную. Ну, чтобы облегчить тем людям, которые вас поддерживают, всё-таки ж надо облегчать им задачи, а не ускорблять. Да, метафизика штанов, это наукообразная. Да, да, да. Вот тут и более интересные темы бывают, если Михаил Васильевич потом захочет, расскажет вам. Вот. Более того, судебная система рассыпается. Я вот сейчас посмотрел решение, так сказать, по себе любимому президиуму городского суда. Вот заседал, скажем, Калининский районный суд. 8 заседаний провёл по поводу моего увольнения. Прокурор был на последних трёх заседаниях. Вот решили восстановить, выплатить. Материальный вред, всё. Расхождение, плюрализм был в области суммы морального вреда. Судья считал, что 140 тысяч надо выплатить, а прокурор, что 40. Вот они расходились здесь. Но так они тоже надо установить на работе, выплатить это. Ну, там всё понятно, там всё параллельно и перпендикулярно. Был нарушен закон. А вот по изидиуму городского суда, он так посмотрел, а вот, оказывается, торкование другое. Вот мера, это нормы материального права. Вот тут стороны применили такое торкование. А вот вектор, уволив Герасима, вон другое торкование. Применили нормы материального права. И всё. Вот вектор, может, Герасима уволить. Герасима тоже открыли ногой вектора русского уволера, но у него ручки короткие. Вот. А тут вот, нельзя это вот. То есть, это сразу рассыпается. И закона нет. Не есть торкование всякие. Ничего, и правосудия нет. Не надо. То есть, вот это. И вот ещё, вот Михаил Васильевич, тему затронул. Вот наиболее адекватная форма буржуазии, буржуазная демократия, построенная на обмане. Почему фашизм неустойчивая форма господства буржуазии? То, что фашизм, он пытается что-то там такое своё действительно сказать. Он плюрализма не допускает. А так как он, несмотря на то, что вообще люди-то там не глупые. Гитлер был не глупым человеком. И Муссолини, и Франко даже. И они там что-то и сделали, и развитие было определённое в этих странах. Но когда они стали свою идею двигать, ну видно, что это чушь, эта идея-то. И хотя они убивали за то, что этой идеей там не придерживались. Это прямое такое господство. Всё равно это оказалось неустойчивая форма. И нигде, так сказать, фашизм долгое время не продержался. Ни в Европе, где его, так сказать, можно сказать, ну военным путём спихнули. Но всё равно он там особо и не реактировался. Ни в Чили, где его так он сам за гнигой куда-то делся. Нигде фашизм не продержался. То есть, а вот такой вот плюрализм – это устойчивая форма господства буржуазии. И у нас, вот если взять, вот в нашей стране, то вот нашу страну, во-первых, удар очень сильный нанёс волюнтаризм Хрущёва, который вот не опираясь на какие научные нормы, вот буквально что хотел, мог бы себя в политехе тоже столкнуть с волюнтаризмом. Вот как хочет, он так и делает. Вот тут эти кафедры слир, эти кафедры разогнах, тут факультеты переделывали в институты, без всякой логики, без ничего, просто вот так вот. Тоже было в масштабах страны, как вспоминал один товарищ из Нижнего Тагира на смотре боевой техники в 61-м году новый. Хрущёв зашёл в вертолёт, экспериментальный стоящий там, и вскоре оттуда раздались истошные вопли. То есть, вот он ходил, арах, что-то там требовал, вот он удар нанёс. А Горбачёв, что-то же самое, вот он плюрализм. Всё-таки вот в начале Горбачёв вот начал, что вот, отход от науки. А к тому времени уже схожилось такое, что вот если мнение выскажет генеральный секретарь, то это уже, ну это уже всё уже. А это самое, а то, что там мнение выскажет какие-то там, ну не буду говорить мальчик в коротких штанишках, ну вот движение экономической инициативы там и так далее. Ну это у них своё мнение, у них вот здесь мнение, а тут вот мнение по телевизору. Это вот разрушка страну, конечно, и это вот гнусь. Ну и, конечно, так сказать, совершенно верно, что надо учиться, надо ижевать незнания. Потому что если не будет знания, то и будет тогда то, что сказал, вот этот вроде важный что-то сказал, а это вот вроде не такой важный, надо вот этого слушать. Если не иметь своих знаний, не иметь своей позиции правильной, то, конечно, тогда ничего не выйдет. И коммунистом человек, который не имеющий своей позиции, а стоит вот, кто там более уважаемый ему сказал, он, конечно, быть не может. Спасибо всем выступающим. Действительно, вот Михаил Васильевич, он такой вот заострил такой момент, то, что я только слегка приподнял, что, конечно, вот идеологический вред плюралистической концепции, так сказать. Концепция без концепции. И я, собственно, этим тоже очень давно занимаюсь и понимал это прекрасно, что плюрализм действительно оружие против нашей коммунистической идеологии. И вот сошлюсь в качестве основания, аргумента на то, что я автор коллективной монографии «Идеологический плюрализм. Видимость и сущность. Москва. Мысль. 1987 год». Представляете, 87-й. Всё уже напряглось. И всё ясно. И вот я там пишу вместе с авторами. Я гордился, что попал там, знаете, в такую, ну, не буду, компанию выдающихся тогда философов того времени. Я был там ещё в самом низу в то время вообще совершенно никому неизвестный. Вот. Меня они включили. И как раз все, вот мы когда обсуждали эту коллективную монографию, всё-таки коллективная монография требует и коллективного обсуждения вот этого манизма, вот все пришли к выводу, что именно плюрализм, доктрина плюрализма вот сейчас используется очень активно для разрушения Советского Союза изнутри. Да, вот подсовывание это. Мы это вот в этой коллективной монографии отразили. Вот видите, то, что мы там прямо говорим об этом, что это разрушение Советского Союза, ну, в 87-м году это, ну, так сказать, грамотным людям было ясно уже, к чему всё это дело идёт. Но таких грамотных, казалось, что-то у нас маловато. Их голос не был услышан, даже когда вот Москва, мысль, это же центральный орган, вы знаете, был, философский наш, вот, издан. Но всё равно, так сказать, как-то это, практического, увы, да, результата мы не добились. Так что спасибо всем за то, что внимательно прослушали меня, да, и вот комментарии, которые помогут мне дальше работать. И эта тема, она продолжает сохранять актуальность. Она связана, действительно, с моей такой центральной темой, где я и кандидатскую, и докторскую защитил. Это проблемы детерминизма, как раз тут я и затрогивал попера в плане, вот, абсолютизации случайности, там, и так далее. Ну, и, конечно, и мои политические взгляды, интересы, очень, это, конечно, всё связано. Ещё раз спасибо за... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!